Сентябрь только начался, а ночные температуры резко пошли вниз. По ночам на юге от плюс четырёх, в Тверской, Ярославской и далее областях до нулевых отметок. Туманы, обильные росы уже сделали своё чёрное дело. Фитофторос на томатах цветёт пышным цветом. Бурые пятна на листьях и белый налёт на их тыльной стороне – всё, беда-беда. Через неделю от урожая ничего не останется. Листья и стебли чернеют, на томатах появляются тёмные пятна и плоды очень быстро сгнивают. Дожди, туманы, росы защититься от фитофторы невозможно. Болезнь развивается молниеносно. При первых признаках заражения соберите плоды на дозревание. Такие болезни, как фузариоз, макроспариоз, фитофторос, мучнистая роса – всё это грибковые заболевания. В условиях открытого грунта неизбежны в связи с коротким северным летом Подмосковья и климатическими условиями. Для огурцов мучнистая роса – бич сегодняшнего лета. Листья словно обсыпаны мукой, быстро усыхают, плети скручиваются и гибнут. Можно попробовать продлить жизнь растений. Тогда укрываем поддуги двойным слоем спанбода шестидесяткой и сверху плёнкой. Каждые 3-5 дней обрабатываем фитоспорином, который подавляет подогены бактерий и грибов и борется с болезнью. Фитоспорин не токсичен, не вреден ни растениям, ни человеку. Можно использовать бактофит, триходермин, аллерин-Б. Проливаем на глубину не менее 10-15 сантиметров. Надо помнить, что споры гриба успешно зимуют в земле, поэтому всю ботву после сбора урожая сжигаем. Сеем седираты. Самым замечательным является фацелия. Проливаем биопрепаратом байкал-М. Триходермин. В конце октября-ноябре можно пролить почву медным купоросом. Оксихомом или хлорокисюмеди. Хомом. 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 Продолжение следует...